...из сульфамида, железистых препаратов, глюкозы, гормонов, адреналина и еще чего-то. Эффект от укола был незамедлительным. Но тело Гитлера стало привыкать к препаратам. Доктору Мореллу пришлось увеличить дозы. Склонность Гитлера была известна только узкому кругу приближенных. Но он был не единственным из руководителей, нуждающихся в медицинской помощи. Многие будут поражены, прочитав о том, насколько сильно здоровье правителей влияет на их решения. За прошедший месяц кровяное давление у Рузерта постоянно скакало. Дважды в день его проверял кардион. Доктор Берн был уважаемым кардиологом, но тот факт, что он обследовал Рузвельта, хранился в тайне. Приближенные к Белому дому стремились не допустить, чтобы американцы и американская армия узнали, насколько тяжелым было состояние здоровья президента. Сегодня Рузвельт будет выдвинут в рекордный четвертый раз на пост президента. Многие полагают, что этого делать не нужно по состоянию здоровья. Пульс нормальный. Четырьмя месяцами ранее Берн обследовал президента в связи с высоким кровяным давлением, что могло вызвать остановку сердца. Среди друзей и в семье было распространено мнение, что четвертый срок будет для него слишком обременительным. Но он полагал, что для президента во время войны нет другого выбора. Хотя в отчетах Берна нет ничего необычного, президенту Рузвельту повезло, что он пережил этот день. В возрасте 64 лет Черчилль был самым старым из правителей. Его врач, лорд Моран, постоянно сражался с его излишествами. Всем известен коктейль из папайи, обильно сдобренный виски, который он потягивал весь день. Черчилль всегда повторял, что этот напиток его слуга, а не хозяин. Доктор Моран приходил в отчаяние от несоблюдения им диеты, обильные выпивки и постоянного курения сигар. К июлю 44-го тяготы Второй мировой войны сказались на здоровье Черчилля. Он начал жаловаться на боли в желудке. Он заглушал их во время долгих официальных ланчей, но постепенно его задор начал сходить на нет. К смертельному господству Фау нет противоядия. Черчилль полагает, что нужны сильные ответные шаги. Меморандум руководству объединенных штабов. Эти летающие бомбы застали нас врасплох. В этот день Черчилль решил броситься в неведомое и невероятное. Я требую хладнокровного расчета преимуществ и недостатков применения против немецких граждан отравляющих газов в качестве возмездия залетающей бомбы. Меморандум приведет в ужас военных советников Черчилля. Самолет с убийцей пролетел над Восточной Европой. Как начальник штаба резервных армий, Штауфенберг имеет доступ к фюреру. Сегодня он планирует воспользоваться этим преимуществом. Но Штауфенберг действует не один. Многие офицеры согласны с тем, что Гитлер стал помехой, и необходимо остановить этот ход войны. Странность была в том, что в наступлении он вел себя блестяще, неожиданно нападая на врага со всех сторон. В отступлении у него был поразительный недостаток воображения. Ужасное поражение армии под Сталинградом убедило группу в 500 офицеров, что Гитлера необходимо уничтожить. Его секретарь Кристо Шрёдер запишет позднее, что Гитлер подозревал, что может быть покушение на его жизнь. Кристо Шрёдер писал, что Гитлер волновался, что его могут убить. Но он не подозревал, что это могут сделать немецкие офицеры. Он считал, что это попытается сделать британская секретная служба. Если план Штауфенберга окажется удачным, то Гитлеру останется жить три часа. Военный аэродром в Растенбурге Самолёт Штауфенбергом приземлится на военном аэродроме в Растенбурге близ Волчьего логова. Его план убить Гитлера был просто смел. На час было назначено совещание Гитлера с его офицерами, чтобы обсудить ситуацию на Восточном фронте. Штауфенберг был одним из них. По плану Штауфенберг должен будет пронести в зал для совещаний две маленькие английские бомбы в портфель. Необходимо поставить его поближе к Гитлеру. Потом Штауфенберг покинет совещание, но портфель оставит внутри. Бомбы взорвутся и убьют всех в помещении. Заговорщики намеревались после гибели Гитлера договориться с союзниками о перемирии и сосредоточить все силы против Сталина. Так, по крайней мере, было задумано. В Москве Сталин проводит совещание с тремя доверенными лицами. С его тройкой. Там был Молотов, министр иностранных дел, отвечающий за отношения с Рузвельтом и Черчиллем. Маленков, ответственный за авиастроение. И Берия, отличный организатор, глава тайной полиции, отвечающий за разведку и террор. Это он арестовал весь генералитет, не согласный со Сталином. Шутки Берии за чаем производили страшные впечатления на приближенных Сталина. Все четверо были во главе циничного и жестокого режима. Они понимали и управляли поведением людей. Они подозревали, что за атаками Фау-2 на Британию скрываются какие-то замыслы Гитлера. Как игрок с последней монетой. Он пытается перетянуть Черчилля в свою сторону. Ему необходимо подписать договор с Великобританией и Америкой. Несмотря на то, что они обсуждали отношения между тремя руководителями союзных государств, им было не по себе. Сталин боялся сепаратного мира нацистской Германии с западными союзниками, потому что они могли сражаться против его войск. Это было худшим из его кошмаров. Три руководителя встречались только один раз, годом ранее в Тегеране. Для каждого из них это был тяжкий процесс. В некотором смысле Рузвельт симпатизировал Сталина. Он знал, что Сталин диктатор, знал, что он безжалостен. Но Советский Союз был страной, с которой США предстояло жить в послевоенном мире. Сталин признавал, что Рузвельт такой же прагматик, как и он. Но в глубине сердца он понимал, что Черчилль такой же антикоммунист, как и антинацист. Рузвельт ему нравился. Но Черчиллю он не доверял и не любил его, хотя уважал его силу. Сегодня планы этого вынужденного союза будут повержены в хаос взрывом бомбы. В Сан-Диего президент Рузвельт наблюдал за учебной высадкой 5-й дивизии морской пехоты. В течение войны Рузвельт никогда не был свидетелем сражений. Наблюдение за высадкой морских пехотинцев на Калифорнийской побережье было единственным приобщением к сражениям. В этот же день президент напишет своей жене Элеоноре. Я волновался, сидя на холме в автомобиле, глядя на приближение десантных кораблей. Тысячи фигурок высыпали оттуда, устремившись на пляж. Вскоре эти части отправятся на Тихий океан, чтобы вытеснить японские войска с группы сильно защищенных островов. Рузвельт знал, что предстоят долгие и кровавые сражения. Японцы проявили себя как свирепые, обученные, преданные солдаты, которые скорее умрут, чем сдадутся. Президенту сообщили, что вторжение в Японию будет стоить жизни миллионам американских солдат и потребовали избежать этого любой ценой. Рузвельт нуждался в помощи СССР. Рузвельт хотел получить от Сталина обязательство, что Советский Союз присоединиться к войне против Японии. Сталин дал обязательство, но сообщил, что Советский Союз вступит в войну только после поражения Гитлера и Германии. Для Рузвельта ключом для снижения американских жертв на Тихом океане было скорое окончание войны в Европе. Штауфенберг прибыл на аэродром в Растенбурге. Он в нескольких минутах езды от Волчьего логова, где он намеревался сделать то, что не удалось другим. Это было всего лишь последний из многих других попыток, которые не состоялись. Я лично знаю по меньшей мере о трех попытках, которые разрабатывал мой отец. Последний был о 20 июля. Штауфенберг осуществит убийство потому, что он единственный из заговорщиков, который имеет прямой доступ к Гитлеру. Но Штауфенберг не идеальная фигура для убийства. В прошлом году, во время войны в Северной Африке, машина Штауфенберга была атакована британским самолетом. Он был тяжело ранен. Во время ранения в Африке он потерял часть правой руки примерно так. На левой руке оторвало два пальца, осталась только часть. Он потерял левый глаз и не стал носить стеклянный протез, а всегда носил повязку на глазу. Так что, вы понимаете, он был не лучшим выбором, но он выбрал себя сам. Не в силу необходимости, не потому, что так хотел, а потому, что не мог послать никого вместо себя. Храброе решение Штауфенберга исполнить убийство не гарантировало от ошибок. Всякий план был рискованным. Что тут говорить? Но Штауфенберг знал, что его страна в отчаянном положении. Двумя днями ранее 57 тысяч пленных немцев прошли по улицам Москвы. Наглядное свидетельство успешного летнего наступления Сталина. Штауфенберг намеревался действовать до того, как Красная Армия зачистит всю Европу и войдет в Берлин. Премьер-министр Черчилля в Лондоне Берлин не волнует. Но в связи с отступлением немецкой армии Варшава скоро окажется в руках Советов. Черчилль знает, что когда что-то попадает в руки Сталина, он это уже не выпустит. Черчилль боится, что Сталин посадит в Варшаве марионеточный режим. Британия ввязалась в войну ради независимости. Польши, поляки сражались невероятно смело. Черчилль понимал, что то, как обойдется Сталин с Польшей, послужит образцом для всей остальной Европы. Черчилль придумал, как обуздать Сталина.